Двукратная чемпионка Олимпийских игр по лёгкой атлетике. Чемпионка мира и Европы. Два мировых рекорда. На чемпионате мира в Гетеборге Светлана Мастеркова из 12 медалей завоевала 11. Но кто может подумать, что у этой сильной женщины были комплексы. Что, будучи королевой спорта, в жизни она себя такой не считала. Мне с детства всегда не нравился мой профиль. И небольшая горбинка на моём носу, она всегда вызывала во мне некий комплекс. Большому спорту она отдала 20 лет. А сегодня популярная ведущая и счастливая мама. Множество друзей, новых знакомств, поклонников. Её называют одной из самых стильных женщин Москвы. Но в личной жизни горбинка на носу всегда играла роковую роль. Светлана думала только о ней. Если я вижу объект моей мечты, какой-нибудь мужчину, я всегда ему найду навстречу, никогда не поверну голову в профиль. В бьюти-плаза Светлана пришла, чтобы навсегда избавиться от досадного изъяна, который портит жизнь. Обрести не только идеальный нос, но и ощутить уверенность в себе. Лучшей рекламой были звёздные подруги, которые уже здесь бывали не раз. А ещё обещание, что не прольётся ни капли крови. Это неприемлемо. Вмешательство хирургическое, потому что не знаешь, какие могут быть последствия. Не знаешь, какой будет результат. Безоперационная коррекция носа – горячий хит бьюти-плаза. Уже не первый год. Откройте, откройте? Нет, всё, молодец. Всё, моя хорошая. Подходит он и молодым, и зрелым женщинам. В это трудно поверить, но вскоре чемпионка Светлана Мастеркова навсегда поверила в то, что красиво и ей незачем отворачиваться от мужчин, представляя себя в каком-то особом ракурсе. Мы за два посещения с интервалом две недели, с помощью наших инъекций, которые позволяют смоделировать костную хрящевую структуру носа, уменьшить её в объёме, устранить горбинку, сделать поднятый кончик, сдёрнутый над верхней губой, добились, собственно говоря, единственного возможного результата, идеального результата. Конечно, Светлана волновалась. Если ещё опустится, как-то пройдёт. Да, месяц от последней процедуры должен пройти. Можно тогда укульчики ещё сделать. Давай подождём. Конечно, конечно. Хорошо, да. Но уже после первой процедуры отражение в зеркале вызвало только положительные эмоции. Я смотрела на себя и немножко улыбалась, понимала, что как-то странно всё. Наверняка ничего не произойдёт, куда может деться эта горбинка, которая, в общем-то, не мешала в жизни. Но вот после второй процедуры и после того периода реабилитационного всё встало на свои места. Внешность Светланы была смоделирована по законам красоты Микеланджело и Рафаэля. Идеальные фасы, профиль их знаменитый красавец – это равные лобная, средняя и нижняя части лица. Это называют стандартом золотого сечения. И видишь, вот этот нос с губой, они вот так вот угол образуют. Это самое круто, это то, что вот просто. И видишь, пропорция, золотое сечение. Вот раз, два и три одинаковые совершенно. То есть это идеал. Форма носа Светланы была смоделирована так, словно она была такой всегда. Мы знаем, что грубая работа пластических хирургов иногда кончается обратным эффектом. Вроде бы идеально вылепленный нос оказывается на лице пациентки посторонним и неуместным. Окружающим видно, здесь работал скальп. Он стал очень красивым. Это именно её нос. Это не чужой, придуманный, увиденный, а списанный от кого-то. Кроме идеального носа Светлана получила в бьюти-плаза совершенно другую кожу. За 20 минут. Без крови, боли и малейшего дискомфорта. Фотолифтинг. Ещё одна авторская методика Наты Топчашвили. Она выравнивает поверхность кожи, убирает мелкие морщины, пятна. Капиллярную сетку, пигментацию, словом, делают кожу, соответствующую по возрасту овалу лица, молодой, юный и прекрасный. Кровеносные капилляры грозили в последнее время стать ещё одним комплексом знаменитой спортсменки. Ведь они ухудшаются, они становятся больше, и они немножечко взросли от лица, и каждая женщина накладывает на себя декоративную косметику, плюс портит своё лицо, потому что мы не умеем её правильно накладывать. Тревогу вызывал и овал лица. Эта проблема незнакома лишь счастливым единицам. К сожалению, годы – это новая форма лица, которая большинству людей, конечно, не нравится. Технология плазмолифтинга, которую мы применяем на наш взгляд, является единственной возможной и наиболее эффективной. Радиоволны высокой частоты послойно тремя независимыми насадками подтягивают мышцы лица, подкожную клетчатку, кожу, зону вокруг глаз, зону второго подбородка, очень хорошо утягивая овалы формы лица. Точёное лицо с чётко обрисованными скулами, без второго подбородка и жировых отложений – это внешность всех самых знаменитых красавиц мира. Почему у модельных лиц худые, впалые щёки, подчёркнутые скулы, очень хорошо очерчена нижняя челюсть? Модельерам нужно, чтобы внешность модели запоминалась. Худое лицо, оно не стареет, у него не появляется дряблости, оно не провисает, ему не свойственна отёчность. Это как в спорте. Чем суше, тем красивее и потянутее. Непривычно. Лицо было пунцовое, оно было настолько горячее и пышущее изнутри. Ни в коем случае не должно быть больше, ни в коем случае не должно быть меньше. То есть идёт под каждую клиентку, под меня была определённая выставлена температура, из которой можно было обрабатывать мне лицо. Плазма лифтинг создаёт глубоко в тканях специальные парниковые условия, и в них начинает расти юный коллаген. Именно от его количества и зависит молодость. Можно сказать, что запускается механизм самообновления ткани, и процедуру эту называют безоперационной подтяжкой лица. Результат сохранится 5 лет. Бьюти-плаза, она привержена для того, чтобы было здоровое лицо, чтобы не было ощущения, что человек вышел из какого-то состояния, в котором он не может двигаться мышцами лица, он не может мимикой работать. И четвёртой ступенью к идеальной внешности стали фирменные инъекции, которые рассасывают жировые валики в носогубных складках. Лицо Светланы стало плоским и гладким. Поэтому, если беспокоит избыток подкожно-жировых клетчаток, это может быть второй подбородок, это могут быть валики в носогубных складках, это могут быть валики, которые формируются после гелевых инъекций, которые сегодня очень распространены. Значит, вам надо идти по определённому адресу, потому что все эти процедуры отточены, они великолепны, они дают моментальный результат. Светлана навсегда избавилась от комплексов и получает комплименты. Ей особо приятно теперь ходить по магазинам и смотреться в зеркало. В нём женщина, помолодевшая на 10 лет. Счастливая. Когда ты избавляешься от своих комплексов, во-первых, настроение хорошее, работоспособность хорошая, ты уверенна в себе, ты становишься общительней, ты становишься более открытой. Это хорошо и тебе, и хорошо людям, которые с тобой общаются. Им легко с тобой. Мы работали с личностью очень сильной. И в данном случае внешность соответствовала личностью. Это было то самое и единственное удачное слияние, когда личность помогает внешности, и внешность выводит личность на новые ступени успеха. Я с радостью взялась за эту работу, потому что мне удалось сделать то, что удаётся на самом деле очень немногим – гармонизировать внешность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова